Моя тезис состоит в том, что арктическую проблему, проблему развития этого региона, нужно решать не законами, нужно решать не концепциями, нужно решать техническими проектами. Нужно сначала выработать весь этот комплекс технологий, который позволит нам вот этот регион взять. И то, что вы говорите про повышенную себестоимость, это тоже техническая задача. Надо придумать такие технологии, которые позволят использовать местные ресурсы, местные возможности, позволят их использовать лучше, чем та технология, которая есть. Я приведу пример. Вот сейчас я сделаю. Давайте поставим простой вопрос. А зачем нам лед ломать, например, для судоходства? Давайте мы используем лед, который он появился, для качества опоры для средств передвижения, сюда на воздушной подушке, кронопланной, что не в таком духе. Зачем мы тратим колоссальные усилия? Понятно, что атомный ледоков это вершина технической мысли, это там, скажем, у него много чего вложили. Но я считаю, что это пикопут. Надо использовать, как ощущают, возможности региона. И в данном случае я как раз подойду к другому вопросу от этого, что вообще споры вокруг актической зоны, вот здесь смотреть с хозяйственной точки зрения, они беспредметны. В сущности, что нам нужно? Нам нужно лишь понять, в чем заключаются условия, отличие вот этих условий. Вот, вот этот человек, вот, обозначь вот этот регион. В чем он отличается от других районов стран? Он отличается в сущности одни, вечно мерзлотой. Это реально, колоссальное, радикальное отличие от всех других регионов. Все остальное это уже частности. Это уже, там, скажем, нюансы климата, где-то что-то увлажняется, где-то что-то увлажняется, где-то посушу, где-то повлажни. Но вот вечно мерзлота, это граница в современной технологии. Позволяют использовать холод как бы приятным обстоятельствам, а не как помидор. И мы в данном случае можем, например, разместить на Варктике, например, производство жижных газов. Ведь элементарно же вещь охлаждать тот же воздух, из которого получают жидкий азот, гораздо экономнее, чем, допустим, если он был при минус 30-ти, чем он был бы при плюс 25-30. То есть разница, температура существенная. Это, соответственно, ниже стоимости. Можно производить, собственно, двунки с углерода, можно производить другие жижные газы, жижный, кислород, газы более низких степеней сжижения, как, например, жидкий гелик. То есть вот, пожалуйста, скажем, сфера, которой можно заняться в Арктике. Рисусов, повода там более чем достаточно. Ее можно использовать и так, и это. Ну вот. Следующий момент. Я как раз, когда готовился к этим тренисам, я нашел несколько публикаций о том, что в мощнострении, например, развивается обработка металла холода низкими температурами, тот же жидкий азот. При обработке заготовки охлаждения резко увеличивается прочность, резонансостойкость, лучше механомеханическая обработка, можно охлаждать инструмент при обработке и так далее и тому подобное. Ну вот есть, я там уже дальше не выдавался в детали, но есть подобное применение как раз с жижным газом охлаждением химии, других там в отраслях промышленности. В результате чего складывается в общем-то понимание, что в принципе в Арктике можно развесить как раз на тот сектор промышленности, машиностроения, который этот ресурс холода, который там бесплатен всеобщим, всепримекающим для получения продукции. Это может быть и машиностроение, и химическое, и о собственном производстве жижных газов. Это может быть просто хранилище, допустим, продовольствие, оборудованное в холостах вечной мерзлоты. То есть, если подумать, можно здесь выработать довольно широкий спектр, как вы видите, технологии, которые можно применить. То есть, понятно, что они тоже будут как-то концентрироваться. То есть, совершенно наивно не заниматься правовыми вопросами в расчете на то, что мы потом все эти проблемы решим технологически. Это очень важный путь, это надо делать. Но, во-первых, это не единственное, что надо делать, потому что мы же знаем, что в международном праве национальные права имеют очень большое значение. И совершенно не случайно мы выделяем арктическую зону и принимаем законы. И о морских акваториях у нас три закона, да? И о территориях, так же таким образом мы закрепляем свое право. А у некоторых народов, например, у американцев, у них национальное право выше международного. Так как Арктика действительно регион с ограниченными возможностями потребления продуктов питания, очень маленький период, когда там можно кушать свежую пищу. Все остальное, морозы, морозы, морозы и витаминов нет. Я думаю, что вот эта технология, сублимация, она как раз не только, наверное, поможет Арктике. То есть запас продовольствия, средняя полоса России, ну, всего-навсего 100 заводов, и мы обеспечим Арктику этими продуктами питания круглогодично. Но, с другой стороны, используя холод Арктики, ведь сублимация, технология предварительной заморозки продукта и потом вымораживание влаги из продуктов. Значит, мы можем тогда технологическим путем разработать, может быть, даже оборудование специальное, которое там поставим, и будем всю рыбную продукцию, все вот северные дикоросы производить там, и эта цена будет гораздо дороже, чем недор. Потому что то, что содержится в Арктическом полюсе по содержанию витаминов, это просто сконцентрировав их, мы получаем лекарственную формулу каждого продукта питания. Тогда получается, что экономически мы выигрываем здесь дважды. Во-первых, юг, когда мы собираем свои продукты, то 20% к весне мы выбрасываем из складов. Мы не будем терять. Вот сделали из этих запасов, которые мы произвели, совершенно непотерянную экономику самих продуктов питания. Мы поставили ее на север. И в то же время, с другой стороны, мы в Арктике даже за маленький период времени можем сделать такую продукцию, цена которой будет дороже кратно за счет только ее витаминного комплекса. Для того, чтобы собирать технологии, надо находить их разработчиков. Для того, чтобы они приходили, надо опять же иметь информационную площадку, где бы они все это видели, находили, связывались. Коллеги, на самом деле вопрос информационного ресурса Михаила Андреевича был поставлен давно и много раз ставился. Даже несколько лет назад, я помню, у Юрия Васильевича встретился с Михаилом Андреевичем, тогда этот вопрос стоял. Сегодня он обрел более конкретные очертания и смысла, и значения. Я думаю, что такой ресурс обязан появиться. Я, по крайней мере, постараюсь приложить к этому уроку. Продолжение следует...